С 22 по 26 апреля в Ледовом дворце спорта «Кристалл» проходит детский турнир по хоккею с шайбой в честь двух круглых дат – 70-летия Великой Победы и 45-летия областной хоккейной школы «Кристалл». Легко ли защищать настоящие ворота и играть на ледовой арене для мастеров в нашем следующем сюжете. Построение перед началом матча и равнение на флаг. Хоккейная форма и жесты во время гимна – все как у взрослых. Кроме возраста, этим мальчишкам не больше девяти лет. В Ледовом дворце «Кристалл» проходит турнир «Хоккей без границ» среди хоккеистов не старше 2006 года рождения. В роли болельщиков пока только родители игроков, но на голы реагируют громко. В Саратов приехали восемь команд из Московской, Самарской, Волгоградской областей. Долгая дорога не отпугнула гостей из Якутии и Ханты-Мансийского округа. Мне тренер Сургут прислал смс-ку два дня назад. Встречайся, мы выезжаем. За двое суток ребята уезжают. В одну сторону они что-то 58 часов ехали. Из дальних регионов команды, они все-таки немножко обособленнее живут, потому что у них нет вот такой возможности. Мы учим в мировой практике в едином регионах. Они в основном крутятся в своем микро-уазисе, скажем так. И вот для них, я разговариваю с тренерами, для них это большой паспорт для того, чтобы какие-то новые вещи для себя увидеть. В основном ребята встали на коньки в пять лет. Но детский хоккей – вещь неустойчивая, говорят тренеры. Но где еще можно встретить такой счет? 21-1. Турнир идет пять дней, до 26 апреля. Но фаворит виден сразу – подмосковная «Искра». Ей проиграли оба состава «Кристалла». Центральный нападающий «Кристалл-1» 9-летний Максим Ишенин так оценивает «Козыри» своей и чужой команд. У них очень большая скорость и хорошая обводка. У нас хорошие нападающие. Они просто могут всегда открыться или отдать пасы, играть по своему месту почти. Вот саратовцы выходят на бой с соседями. Команда из Волгоградской области «Торнадо». Тренер гостей Денис Аралин – воспитанник «Саратовского кристалла». Это первый выезд его команды. Если не победить, то силы попробовать. Говорит, современные дети в хоккей приходят не так, как он когда-то. Сейчас другое поколение немножко. Дети, так скажем, слабо развиты физически. У них другие интересы. Другие. Сейчас много всего. Компьютерные игры. Хоккей у них на втором плане. Бывший вратарь «Кристалла» Аралин не был в Саратове три года. И преобразование в Ледовом видит впервые. Современная хоккейная коробка, новое холодильное оборудование и табло. Ледовый пережил первый сезон после реконструкции. С ноября на баскетбольном паркете играл матчи единой лиги ВТБ «Автодор». В феврале новый лед открыли матчем с участием губернатора и правительственных чиновников. Мы, конечно же, будем проводить тренировки здесь, как хоккеистов, так и фигуристов. Будет обеспечено массовое катание. И если это будет рентабельно, если будут такие желающие заниматься в летнее время зимним видом здесь, то, конечно, ледовая площадка будет работать как ледовая площадка. Любители массовых катаний приглашают с коньками в «Кристалл» уже на первомайские праздники. Юлия Шишкин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.